Да, вот вам и китайская дотка. Сразу же. Резерв-тайм. Героя смотрятся предпочтительнее. Вот именно при драке лоб в лоб. Ну, не будем учитывать всяких виверов, которые имеют Энвиз и Шикучи. Вот именно лоб в лоб на первых лвлах. Но не с Урсой. Урса наносит очень много урона. И лайфстилеру даться крайне тяжело. Рубик отправляется в третий банн сразу же после, кстати говоря, вивера. Вивер сразу же отправляется в банн, так как действительно тоже очень неплохо против лайфстилера. Пять секунд. Ратлеснеки. 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 Лишак от Раттлснэйк Уходит в бан, боятся они пуша И Nature Profit от Тонг-фу ДК сразу же к Раттлснэйкам То есть чуть-чуть они обезопасились Как бы не стали банить этого ДК Но забрали сами, забанили Лишака Получается очень-очень-очень тяжело Шадоу-демон Тонг-фу Сразу же отвечают Бистом Для того, чтобы Иметь что-то против Лайфстилера Ну что, Вис, Пурса, Бистмастер, ДК Это скорее всего все три линии То есть Вис Пурса это одна линия Какая непонятная Ликвид даже в Хард ставили и тащили ДК, Мид, Бистмастер, Хард Остается один саппорт Которого заберут последним пиком Шадоу-демон, Чен, Лайфстилер, Тонг-фу Я так понимаю, это может быть Да я даже не знаю, это Лайфстилер На легкой линии или на сложной Потому что, ну, Урсу-то Оставлять на фрифарме тоже Очень не хочется Нужен Соло-мид качественный сейчас И нужен Хардлайн Я уже сказал Переигровка между Дигнет и ЛГД Они делят в турнирной таблице Четвертое, пятое место БО-1 Все, больше пока что никакой инфы нету Кто выигрывает, тот попадает в Венера с четвертого места Кто проигрывает, в Лузера с пятого Что тут разъяснять, я не знаю Ратлеснеки, turn to ban Ратлеснеки, turn to ban 10 секунд 5 секунд Ратлеснеки Пятый бан Ратлеснеков Тем временем Гирокоптеру Тунг-фу Ну вот это действительно уже похоже На какую-то агрессивную триплу Потому что лайфстилеры Гирокоптер Явно пойдут на разные лайны Остается последний пик Вообще, я так понимаю Ратлеснеки все-таки в Харте Будут играть с Веспом Урсой И еще кем-то Это понимаю Тунг-фу И взяли поэтому Гирокоптера Чена Шадоу Демона Они будут защищаться от этого всего Лайфстилер будет спокойно стоять соло Против Бестмастера Абсолютно спокойно И кто будет стоять в миде против ДК Пока что непонятно Кристалмейден отправляется в бан Чтобы Агрессивный, неприятный герой Очень непростой на трипле Но очень опасный Дарксира Забанили сами Ратлеснек Вполне могут быть Дарксир соло мид Или Дарксир Хардлайн Лайфстилер соло мид Дарксир Хардлайн Лайфстилер соло мид Пятый пик Ратлеснек Пятый пик Ратлеснек Видимо цемочка уже заходила Как накатанная Энигма в итоге Да и в итоге все как-то перекрутили Ратлеснек То есть у них будет все-таки Хардлайновый Бестмастер Судя по всему Либо Лесная Эникма И Дабла с Урсой Но честно говоря Пик Эникмы не совсем понятное решение То есть теперь никакой жесткой агрессии Вообще не будет у них С Веспом Максимум это Дабла с Веспом И Урсой Но что такое Дабла против Ченна Шадоу Демона и Герокоптера Это не очень хороший выбор Причем еще и Герокоптер Урса конечно на первых лвлах Раздает много урона Но и Клокверк Клокверк Соло Мид наверное будет Нет Кинг Джей забирает Клокверк А Му будет играть Соло Мид на Лайфстиллере Чен от Банана Сеншенк на Шадоу Демоне Хау на Герокоптере Лу на Бестмастере Соло Мид Ланем на Кэрри На Урсе Кабу На Веспе Будет ему помогать Сак на Энигме Да Сак закупается в лес 4 Кларити и Сентри Самый лесной закуп Который только можно представить Айси на ДК Глу вообще уходит в Хард Что-то совсем непонятное мне Для меня от Редлснейк Посмотрим как они это все используют У Тунгфу гораздо более понятно То есть у них Нормально стоящий Лайфстиллер И против Беста И против ДК в Миде Единственное против чего Лайфстиллер Будет тяжело стоять Это наверное Дабла, Висп и Урса Ну Ну может быть кстати это и будет Дабла, Висп и Урса С другой стороны Может войти Клокверк В Мид Если увидят такое безобразие Клокверк Это против Даблы Урса Висп Стоит отлично Поехали Итак в итоге что у нас получается ДК соло топ Против Клокверка Действительно Дабла Урса Висп Но это по закупу Можно было догадаться Но все таки Не самая обычная Дабла Висп еще и уходит куда-то Или это просто Соло Мид Урса Кстати говоря Почему бы и нет И Тунгфу ставят Мид Гирокоптера Да что-то Ну Гирокоптер как минимум Не будет иметь с Урсой проблем Висп уходит к ДК Шадоу Демон Дерется с Бистмастером И сейчас Шадоу Демон Может еще и Бистмастера Заковырять Нету вандов Есть ванды В качалах Мой от ФБ на лоу Сдраться с Шадоу Демоном Было не лучшей идеей А особенно у которого Руна иллюзии Он просто взял Этими иллюзиями Зажал виста Зажал достаточно криво Бист вышел Но при этом Все равно смог Подзамерить Лайфстиллер Бистмастер Отправляется в таверну Муз зарабатывает Первый фраг Ну а Банан Спокойно качается Да просто взял Вышел Убил Бистмастера Все просто Тем временем Хао 7-0 Урсы 1-2 Хао пока что Свою линию Просто доминирует Посмотрим Сможет ли Урса Здесь нормально пофармить Да не сможет Потому что Это уже ДК Понимая то что Очень тяжело Все будет Ставит нами ДК ДК будет явно попроще У него хотя бы Есть нюк какой-то Ну а здесь Дабла Урса Висп Но против Клокверка И опять же У Тунгфу все неплохо Потому что Клокверк Ну не должен умирать Против этой даблы Висп конечно Атакует его Сумасшедшей атакой По 50 единиц Но у Клокверка Есть щиток У Клокверка Есть двойка армора И куча хилов Запулилили походу Не его даже не пулили Он просто закупил Кучу хилов И стоит тут Стоять будет Очень спокойно Висп Виспу нужно отводить Пока Висп будет отводить Клокверк будет стоять спокойно Пока Висп отводить не будет Клокверк все равно Особо терпеть не будет На линии Потому что это Висп Shadow Demons Да Находит Бистмастера И Бистмастер То может ему сейчас Навешать на хосте Это наверное Минус Shadow Demons Ну Замедлять Пытаться бессмысленно Можно подблочить Но подблочить не удается Бистмастер на хосте Слишком быстрый Ну что ж Ло возвращает себе Возвращает себе фраг И становится уже почти Третьего левела Да хосте конечно приятно У Бистмастера У которого 61 атаки Он просто бежит И бьет топорами Убивает Тем временем Урса все таки Вгрызлась в Кинг Джея Но Кинг Джея уходит Несмотря на то Что Урса в него вгрызлась Бивает И может сейчас Кинг Джея затерпеть Так Кинг Джея умирает Ошибся Кинг Джея И дал Урсе Каким-то образом забежать Внутрь Кога Этого делать было Конечно ни в коем случае нельзя Ну вот Видимо там как-то Под тизер он попал И Кинг Джея тоже в таверне 1-2 В пользу Реттлснэйк Эникма тем временем Качается в лесу Целых 15 крипов И третий С половиной левел Чен не отстает И Чен с шадоу демоном Выходит на мид К ДК У которого все плохо 7 крипов У Гирокоптера 17-6 А еще и Энигму Могут поймать Видят Энигму Или не видят Энигму Видят Энигму Да Но этот шадоу демон Не дотянулся Энигма очень хорошо Сейчас спалила Весь этот ганг Правда Айси Очень аккуратно стоит Ну С одной стороны Хорошо то что он Аккуратно стоит С другой стороны У него 7 крипов До сих пор И больше Ну то есть На него не идет Какая-то большая Пачка крипов Тут вообще крипов нету У него нету Абсолютно маны Его еще Подхорашивает Вот только сейчас Айси покупает Боттл На тайминге 3.50 Это очень медленно А еще и Куране На базе В общем пока он себе Этот боттл принесет Тут Тут уже У гирокоптера Все просто супер будет Кабу забирает Инвиз Клоквер Возвращается на линию Кидает ракетку Ланэм фейзы Ой Опять Кинг Джей умрет Хотя Включает тарахтелку Урса на фейзах Закрывает Урсу Прямо в когах Тут же Бестмастер Умирает Где-то снизу Выкупается Зачем Непонятно Одновременно Практически У нас был ганг На верхнюю линию На нижнюю Посмотрите какие биты Сейчас игроки Команды Сейчас просто Клокверк Пускает ракету И мы смотрим Ай-яй-яй Ай-яй-яй Чуть-чуть Вот прямо летела Виспа Чуть подальше Это был бы Самый красивый момент Третьего Инта ДК тоже Очень сильно Затерпел Гирокоптер Гирокоптер Ушел Из-под ганга Что это было Блэкхол Нет Блэкхола Не было Просто через Малифайс Пытались забрать Я не совсем Понимаю Понимаю Смысл Вот этого Выкупа Ой Лайфстилер Проблемки Клэп Прячь Турсу Лайфстилер Получает Очень много Урона Бестмастера Нет Ничего Сэншенк Отлично Использует Фласку На му Ну и Отступит Должны Отступать Бежит Кабан Замедляет Но слишком Поздно Слишком Поздно И Кабан Умирает Очень много Роттлснейк Сейчас потратили Время В никуда Фактически Мурса С фейзами И базилочкой Бестмастер С обычным Сапогом С каким-то Непонятным Совершенно Байбэком 3-2 В пользу Роттлснейк Еще одного Кабана Теряет Бестмастер Тем временем Банана Забирает Пятый Левел И скоро Будет Шестого Очень Скоро Осталось ему Буквально Минуту В лесу Покрепиться Он будет Шестого Левела И еще 1200 Золота Регенит Ману Видимо Готовится Пушить Что ДК 16 Крипов Гирокоптер 38 Вот это Гирокоптер Конечно Линию Выигрывает Еще Посмотрите Как Прохорашивает Драгон Найт А то Что У того Половины ХП Нет Да Да Учитывая Учитывая Наличие Тавара Второго И Учитывая Наличие Катапульты Которая До сих пор Жива Но решает Все-таки Чен Отойти С Сэншенгом Может быть Что-то Фармить Нет Судя по всему Даже непонятно Куда они идут Чекает Рошана Клокверк Клокверка Оставили Свободно Фармить Он уже Шестого Левела С арканами На 7.40 Отлично Себя Чувствует Кинг Джей И только Что Сюда Была Ракета Ну Да Не угадал Немного С таймингом Ракеты Клокверк Понимали Что Урса Это тот Герой Который Может Забрать Рошану Вот уже Скоро И очень Быстро Несмотря На то Что Сейчас Заберут Рошана Тунгфу Ротлснейку Тунгфу Преимущество В 4000 Летит Ракета Но уже Слишком Поздно Тут Буквально 2000 Рошану Осталось Хотя Урса Остается На Рошане Урса Остается На Рошане Ее Видят Просто Сейчас Урса Урса Теряет Аегис Хорош Очень здорово Сыграл Чен Увидел Урсу Ракетой Стан От Кентавра Замедло И Виспу Летает На Фонтан Но не успевает Утащить С собой Урсу В последнюю Секунду Умирает Ульсофар Второй момент Такой Я уже вижу И сейчас Готовится Перехватывать Виспа Да Висп Попадает Тут же Под стан Умирает Лайфстиллер Делает Киллинг Спри Дабл килл 3-0 В итоге у Лайфстиллера Ну и вот Здесь вот Как раз Казалось бы Рошан Это забрали Просто сейчас Скачок По экспе Сразу же Но потеряли Урсу Два раза Вместе с Аегисом Виспа Потеряли И Сейчас еще Потеряют Вышку Инициативы Еще больше Потеряли Вот что Самое плохое Хао Купил себе Транквилы Сносят Вышку Будет ли Ульта Есть ульта Висп Умирает Что здесь Делал Висп Я не понимаю Солринг на Энигме Какой-то Очень поздний Солринг Ульта Чена Нету Рейджа Уму Ну как тут Что тут Сделаешь Кингжей До сих пор Есть ульта Что у Гирокоптера У него 57 крипов Где его Шмотки У него Полторы тысячи Вот оно В чем дело Мэджик Ван Транквилы Наверное В этот раз Будут барабаны Все таки Здесь БКБ Не так сильно Нужно Через 20 секунд Ульта ДД в бутылке Несет Убивают птицу Несет Все Виталити Виталити Энерджи Бустер Чен Есть у него Арканы Наконец таки У Клокверка ПТшка Стан ДК Вму Ракета Пошла Ну и не решаются Идти дальше Есть у Бестмастера Ульт Просто отогнали От вышки Надо сбить Ракету Взбивает Ракету Айси Уходит на базу У Айси Абсолютно ничего нет У него Мэджик Вант И сапог Просто сравните С гирокоптером У которого Аквилы Брасер Мэджик Вант Бутылка Бутылка Есть тоже У ДК Но еще 1800 В кармане Просто по Нетворсу 4500 На 2300 И 5000 При этом еще И у Лайфстилера Нетворс Лайфстилер Покупает Армлет 302 Да Ну Реттлснэйк Слишком Слишком много Ошибаются Для того Чтобы Выиграть Тонгфу Как бы Тонгфу Играет Ну не идеально Но На фоне Реттлснэйк Их ошибок Вообще не видно Они так Все спокойно Аккуратно Не спеша 10 минут Разбирает Транквил Себе Герокоптер Продает Колечко Покупает Базилку Сапог Фейзы 1400 Сверху ТП Вот так Разобрал Транквил Купил Фейзы Для Герокоптера Полезно Это дополнительный урон Плюс Это Висп Телепортируется На лоу Один По моему Висп Только что Завтыкал И очень Мощно Возвращается Он куда-то Наверх Да Висп Возвращается Наверх Сага Пробивает Герокоптер Очень серьезно И сейчас Будет ракета От Клокверка Ждем Вот он Проходит Саг На варде Идет Ракета Но не туда Ну почему Сюда Ты же видел Саг Отступает На базу Владимир Урса Плокверка Отправляет В базу Не совсем Понимаю Почему Висп Прилетел Один Скорее всего Это была Тупо ошибка Он просто Не успел До Урсы Дотянуться А Бессмастер Улетанул Еще в Плокверка Да Это был Бессмастер И тут же Переключается На верхнюю вышку Тут уже Мун На лайфстилере Спокойненько Разбирается С крипами И готовится Принимать Эту вышку Джакала Коптер Ну да Пока Похоже Ну Аквила Не хватает И барабан Аквила Барабаны И Яши До БКБ Тунгфу просто идут и пушат Идут и пушат С кучей Ченовских Крипов Вайфстилер Ультует Висп Ульт Бестмастера Ульт Герокоптера Урса Под оверчарджем Живет Урса Неплохой урон Наносит Кинг Джей Отличный Блэкхолл Вдвоих Мув Блэкхолле Но Урса Умирает Герокоптер Не в Блэкхолле Потому что И наносит Очень много урана Тут же Байбэк от Урсы Это Это Два в два Сейчас будет Смотрим на Шадоу Демона Нет Шадоу Демон Живет На 70 хп Замедляет Урсу Нужно Выключать Армлет И юзать Стики Нет 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 Не хочет Выключать Армлет Нужно Телепортировать Лайфстилера Домой Телепортирует Домой Лайфстилера И он уходит Здорово При этом Еще и собрал На себя Немного Агрессию Ну что Опять Драку Выиграли Тунгфу Не так уж Уверенно Но выиграли Не будет Джакалокоптера Потому что Взял барабан И себе Лайфстилера А у Гирокоптера Через 900 монет Просто-напросто БКБ В первой игре Тунгфу Одержали Достаточно Уверенную Победу Через Спиктру Были там Моменты Где их Могли запушить Но первая Атака Которую Они приготовились Основательно Отбивать Была Провалена Оооо Это даже Знаете Это не Джакалокоптер Это Сайлента Коптер Любимый Итем Сайлента В доте Яша Сайлент Просто ее Обожает Он покупает Всегда ее На луне И все-таки И все-таки Барабан Ну вот Аквила Не хватает Аквила Просто Вразбандика Ну Здесь прежде всего Он не собирает БКБ Не потому что Там он хочет Что-то другое Сначала собрать А потому что БКБ Это не особо Нужно Ну что здесь Стан Малифайз Тизер Все это Все это Достаточно Слабые Дизейблы При том что Есть чем его Подсейвить Есть шадоу демон То есть если он Ловит один станчик Его сейвит А против Бестмастера И Энигмант В принципе Собирать-то И вообще не нужен Бестмастер Восьмого уровня С сапогом У ДК Чуть дела наладились У него аж ПТшка Но пока у него ПТшка У Гирокоптера Там уже Яша ТП От Лайфстиллера Замедляет Беста Бесту нужно ультовать Ультует Падает Вышка Вышка Живет Там без ХП Да Это очень обидно Шадоу демон Ультанул Бестмастера Бестмастера Прячут Бестмастер Должь умирать Здесь же Висп Но Гирокоптер За счет Яша За счет ульта Чена Уходит Виспа Нужно убивать Убивает Виспа Убивает всех Абсолютно Идалонов Это 3 в 0 Разворачивается Очень хорошо Разворачивается Ланэм Убивает одного Может убить второго Бежит за Шадоу Демоном Шадоу Демон Внутрь Ну и конечно Гирокоптера потеряли Уже на жадности Хао Бежал за Урсо И я тебя убью И самое забавное Вот в чем Вышка стоит С 12 хп Ради которой Вся эта драка Началась И Сэншэнк Такой идет Подождите Подождите Я же должен Заденайти Вышку Да ладно Он не заметил даже Что Вышка Денай был Но это было что-то Одни барабаны Хорошо Вторые лучше Ну да Это главный принцип Джакала Коптера Не важно Есть ли у кого-то В команде барабаны Главное чтобы у тебя были Еще одни барабаны Или это Или это не у Айси Кап Такой У кого-то точно такое есть По поводу сетки плей-офф Я вам сказать не могу Когда будет жеребьевка Дело в том Что все будет Как в прошлом году То есть команда Занявшая первое место Это Нави Аленс Они будут пикать себе Команды Которые заняли Соответственно Внимание Ульт Хао Ловит ультимейт Ну нет Хао слишком жирный Ему бы помочь Да Шадоу Демон Вовремя помогает ему Ульт на ДК Отличный ульт от Гирокоптера Ни в кого не попадает Правда Ну он как бы Он как бы Вроде бы был отличный сначала Но оказался не очень Клокверк добивает Урсу Минус Кабу Это 3 в 0 Это 15-5 Очень жирный Гирокоптер Такой получился Протанковал весь урон Абсолютно Так вот Команда занявшая Первое место В каждой группе Джи-джи Выбирает себе соперника Из 3-го Либо 4-го места Другой группы Команда С 5-го по 8-ое место Насколько я знаю Попадает С команды 8-ое по 5-ое место То есть здесь Уже будет более-менее понятно Параллельно Давайте посмотрим Что там у нас С результатами Может быть Что-то уже Закончилось Liquid IG Выиграли IG Тунг-фу Альянс Да Альянс Выиграли у Оранжи Во-первых Это значит Что у Альянс Становится 13 побед У Оранжи 7-5 Статистика Liquid Проиграли IG IG 7-6 Liquid Liquid Тоже 7-6 Тунг-фу Одержали победу У них получается 8-6 И Про ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И